Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки Республики Казахстан. Родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил каргу имени Букетова по специальности историк-учитель истории. Более семи лет занимался педагогической деятельностью. Был заместителем Акима Нуринского района по социальным вопросам. Возглавлял управление образования Карагандинской области. Работал вице-министром образования и науки. Был заместителем Акима Карагандинской области. 13 июня 2019 года указом президента Республики Казахстан назначен министром образования и науки РК. 18 января 2021 года указом президента Республики Казахстан переназначен министром образования и науки. Добрый день, уважаемые телезрители. Очередной выпуск программы «Байтасов Лайв». И сегодня у нас в гостях министр образования Республики Казахстан Асхат Аймагомедов. Асхат Аймагомедович, рад Вас видеть. Большое спасибо, что нашли время в Вашем плотном графике. Согласитесь ответить на наши вопросы. Очень рад Вас видеть в нашей студии. Спасибо, взаимно. Вопросов, если честно, к министру образования всегда очень и очень много. Потому что в образовании, наверное, у нас в Казахстане все большие доки. И все разбираются. У всех есть дети, все переживают за их будущее. То, как будут обучаться, где будут обучаться. Поэтому мы нашу беседу хотели бы разбить на несколько часов. Первый, наверное, актуальные вопросы сначала зададим, которые беспокоят на сегодняшний день, наверное, всех. А потом постараемся поговорить пошире по проблематике как таковой. Первый вопрос, который мы говорили, что у нас будет с Вами встреча. Первый вопрос, который задают, как будут проводиться экзамены, как будут проводиться ЕНТ в условиях в этом году. Спасибо. На самом деле очень актуальные вопросы, потому что завершается учебный год. Понятно, что у тех, кто заканчивает 9 классы, 11 классы, мы это называем итоговая тестация. Или раньше говорили государственные экзамены. И если в прошлом году мы приняли решение, ну и не только мы, честно говоря, во всем мире, практически все страны приняли решение освободить от итоговых экзаменов, то в этом году ситуация несколько иная. И в том числе приняли решение, что итоговые экзамены и 9 классы, выпускные классы, и 11 классы будут сдавать. То есть какие это итоговые экзамены? Если буквально несколько лет назад, например, в 11 классах это был объединенный экзамен, то есть ЕНТ, когда сдавали единое национальное тестирование, это был своеобразный, скажем так, экзамен о том, что ты закончил школу и получил такие-то знания, и одновременно это был вступительный экзамен в ВУЗ. Теперь это два разных экзамена. ЕНТ это для поступления в ВУЗ вступительный экзамен, а при завершении школы дети сдают обычный экзамен, как, наверное, сдавали вы, например. Ну, там разные виды, например, сдают по математике контрольную работу, пишут эссе, да, есть устные экзамены, есть тесты. То есть разные экзамены, и дети у нас эти экзамены знают, поэтому и выпускники 9 классов, и выпускники 11 классов в этом году сдают экзамены. Приказ я подписал, этот приказ зарегистрирован в юстиции. Мы довели до сведений родители, дети готовятся, поэтому надо будет сдавать экзамены. Но это, в принципе, понимаете, это результат всего 11-летнего обучения. Поэтому здесь бояться нечего. Это обычный рядовой экзамен, который сдают все дети во всех странах. Теперь что касается ЕНТ. Потому что после того, как 9-й или 11-й классы будут сдавать итоговую аттестацию в школе, получат аттестат, дальше встанет вопрос, а куда дальше идти, особенно для 11-х классов. Здесь для того, чтобы поступить в школу, у нас есть экзамен, это единое национальное тестирование. Тем более в условиях пандемии понятно, что здесь какие-то новые требования. У родителей, наверное, много вопросов, как это будет проходить, потому что там на самом деле эти ограничения, они накладывают свой отпечаток. И вот мы в прошлом году провели пилот. И в этом году, сейчас в марте месяце тоже проводили пилот в электронном формате. В этом году ЕНТ будет проходить в электронном формате. Это первое. То есть, если раньше были распечатаны тестовики, вопросы, потом надо было открывать эти книжки, были вот такие листочки, надо было закрашивать, это терялось время, где-то были ошибки, много было апелляций и так далее. Теперь, во-первых, это будет электронный формат, компьютер, один компьютер, один сдающий, система видеонаблюдения, прокторинга, и ребенок сдает. Он сразу видит свои результаты, он сразу может листать, ему не надо терять время на закрашивание. Во-первых. Во-вторых, у него теперь две попытки. В-третьих, если раньше 120 тысяч, условно, в прошлом году, 120 тысяч выпускников школ, которые сдавали ЕНТ, они сдавали ЕНТ в течение, там, условно, 7 дней. Ну и понятно, это столпотворение, это огромный резонанс, это большое психологическое напряжение, ну и так далее. Теперь мы приняли решение, во-первых, не только электронный формат, но и теперь они будут сдавать, условно, вот сейчас с конца апреля, мы вот буквально на днях начинаем проводить ЕНТ, вплоть до где-то середины июля. То есть в течение вот этого практически трех месяцев наши дети будут сдавать ЕНТ, в более чем 50 центрах электронной сдачи ЕНТ. Они будут приходить небольшими группами с соблюдением всех социальных определенных ограничений, маски и так далее. Время такое же, сам формат внутри, предметы и так далее, тоже практически не поменялся. Будут приходить сдавать ЕНТ. Если они захотят, у них есть еще и вторая попытка. И потом сами дети будут принимать решение, какой из этих сертификатов взять и участвовать уже в розыгрыше или присуждении образовательных грантов. Да, получение грантов. Получение грантов. Поэтому, в принципе, с этой точки зрения, во-первых, это больше академическая честность, во-вторых, меньше, скажем так, социально-психологического напряжения, в-третьих, две попытки, в-четвертых, это, самое главное, объективность и больше транспарентность и честность. И во время пандемии это меньше, скажем так, таких рисков. Да, кстати, это очень хорошо, что сделали во времени и растянули. Действительно, будет удобнее, не будет стресса для людей. И то, что две попытки, это в этом году первый раз. Это в этом году первый раз мы такое решение приняли. Отлично, отлично. Еще один актуальный вопрос, который задают достаточно часто, по поводу вакцинации в школах. И вакцинация от коронавируса может ли производиться без согласия родителей? Ну, вы знаете, здесь, наверное, очень просто ответить. Почему? Потому что в настоящее время, по крайней мере, у меня нет информации, что кто-то вакцинирует школьников. Пока на сегодняшний день вакцинация ведется тех, кому плюс 18, плюс более старших. Поэтому по школьникам вопрос не стоит. Но даже когда вопрос, если вдруг будет касаться школьников, ну, вы знаете, по нашему законодательству, это есть законные представители или родители, с их согласия. Поэтому здесь даже в будущем, если будет такое решение принято, какие-то клинические исследования будут проведены для школьников, и будут такие вакцины, даже при этом этот вопрос решается очень просто. Ясно. Хорошо. Еще тоже короткий вопрос задают, который будет ли в этом году выпускной балл и ваши рекомендации. Ну, выпускной балл, что такое выпускной балл? Если иметь в виду, скажем так, не последний звонок, а выпускные, которые мы традиционно, как бы... Последний звонок-то, конечно, будет. Последний звонок-то, да, это с обсоблюдением санитарных каких-то требований только для 11 класса, желательно на улице. Но те, которые обучаются сейчас, 11-классники в основном они учатся в школе, этот вопрос, в принципе, он решаем. Что касается вручения аттестатов, в прошлом году, несмотря на пандемию, мы также проводили это на улице, там дети получили аттестаты и так далее. Но что касается, если иметь в виду, где-то в рестораны, в кафе, ну, вы видите, что, скорее всего, ситуация такова, что пандемия, ограничения санитарные, они приведут к тому, что именно в этом понимании, что надо где-то обязательно собраться, устроить тои, я думаю, что пока это не грозит. Ясно. Планы министерства на 21-22 учебный год, как вы предполагаете, будет все-таки больше онлайн-обучения или все-таки мы вернемся в нормальное русло? И насколько вы готовы, если будет все-таки онлайн-обучение? Ну, все-таки мы настроены оптимистично, и нисколько даже в настрое и в оптимизме, сколько мы видим, что дальнейшее обучение в дистанционном формате, как бы мы ни говорили о том, что давайте будут очень хорошие технологии, будем их улучшать, условно, каждого обеспечивать соответствующими девайсами, но мы видим сейчас по результатам нашего анализа, что, к сожалению, дистанционное обучение очень негативно отражается на качестве знаний. Мы это изначально говорили, и сейчас эмпирическим путем через наш постоянный мониторинг мы это видим. Поэтому я думаю, что следующий год все-таки в связи с вакцинацией, в связи с другими мерами, которые предпринимает государство, я надеюсь и верю в то, что мы начнем все-таки в традиционном формате, ну максимум в комбинированном формате. Но если в любом случае всегда надо какой-то вариант, план «Б» иметь в запасе, поэтому тем не менее мы какой-то запасной вариант тоже будем прорабатывать и будем готовы к любому развитию событий. — И, наверное, самый задаваемый часто вопрос — это по повышению статуса педагогов, по повышению заработных плат. Об этом много раз говорилось. Не могли бы вы рассказать, как сейчас это происходит? Уже повышение, насколько я знаю, происходит в отрасли, да? И какие на будущие перспективы? — Меня радует то, что если вы сейчас спросите педагогов, ощутили ли вы эти изменения по статусу педагога, я думаю, что 99% педагогов скажут «да» и по заработной плате, и по вниманию государства, и по защите прав и так далее. Но если задать мне вопрос о том, что условно на 100% все, что вы хотели, реализовалось ли за эти полтора-два года, я скажу, что на 100% еще нет. Но что касается заработной платы, серьезные изменения, они произошли, заработная плата очень серьезно изменилась, только номинально на 50%, но на самом деле к этим номинальным 50% есть сейчас каждый магистр получает за свою степень, там каждый месяц 29 тысяч тенге, за наставничество получает, проверка тетради увеличилась в два раза, за классное руководство увеличилось в два раза. Если до этого за мастерство, помните, раньше были третьи категории, вторые категории, высшие категории, и за высшую категорию, условно, преподаватель получал 17 тысяч тенге, сейчас за высшую категорию он получает 50% своего оклада. Если у него оклад, условно, там 200 тысяч, то это 100 тысяч тенге. Поэтому если все это брать... Это 200 тысяч, 100 тысяч, уже 300 тысяч, да? Да, да, то есть если брать вот эти вещи, у нас есть преподаватели, которые получают далеко за 500 тысяч, это все зависит от нагрузки, потому что кто-то ведет там 18 часов у нас, минимально это 18 часов, это одна ставка, но большинство преподавателей все-таки ведет гораздо больше, поэтому на самом деле зарплата очень серьезно увеличилась, и она дальше будет расти, и в следующем году еще на 25%, потом в 2024 году еще на 25%. Мы хотим, чтобы эта заработная плата была, ну, по крайней мере, не ниже, чем средняя по экономике. И сейчас, ну, кроме этого, ладно, социальный вопрос — это одно, социальный пакет. Второй вопрос — это, значит, снижение бюрократии и всякого рода отчетности. Мы подписали, я подписал приказ, ну, ситуация была разная, где-то до 100 бумаг разных требовали, где-то 50, где-то 20, где-то там 26. Мы сейчас сказали, ежедневно педагог должен заполнять только два документа. Это его поурочный план, это классный журнал. Но если считать, что классный журнал, он сейчас электронный, и если считать, что поурочные планы мы тоже разрешили ввести электронно, в принципе, такой бумажной бюрократии, как такой, уже нет. Но да, есть случаи, когда не до всех это все доходит, и правоприменительные практики еще не все, скажем так, наши коллеги осознают и пытаются где-то придумывать свои какие-то вещи. Для этого мы их привлекаем к ответственности. Вот это беспрецедентно, мы за один год практически там около 100 человек директоров привлекли к ответственности, оштрафовали где-то там дисциплинарное наказание и так далее. То есть еще следующее направление – это непривлечение их к несвойственной функции. То есть учитель должен учить какие-то там мероприятия, там любой какой-то концерт, еще что-то, чтобы их всех туда скопом гонять и заставлять заполнять эти залы и так далее. Эти вопросы тоже законом сейчас решены, но тем не менее есть еще моменты, поступают жалобы, мы выезжаем. И сейчас это есть, и в прошлом году было, и очень жестко реагируем на эти вещи. Но самое главное, меня что радует и, скажем так, где-то вызывает какой-то оптимизм, что благодаря вот этим мерам отношение к профессии педагога начало меняться. ЕНТ 2020 года показало соответствующий результат. То есть уже за вот этот короткий промежуток времени количество выбравших профессию педагога алтмбельгийцев увеличилось почти в два раза. Средний балл, до этого мы жаловались, говорили, у нас минимальный балл вообще ЕНТ – это 50 баллов, максимально 140. Так вот, средний балл поступающих на профессию педагога был в среднем около 60 баллов. То есть не самые сильные, скажем так, выпускники выбирали профессию педагога. В прошлом году в среднем это около 90 баллов. То есть это резкий рост. И в том числе, кстати, мы увеличили проходной балл. Это самый высокий проходной балл вообще по всей стране – это на профессию педагога. Сейчас мы увеличили до 75. На платную, на грант, куда бы ты ни поступал, меньше 75 баллов – все, мы их не берем на эту профессию. Плюс при этом какие-то ограничения делая, мы сделали так, президент дал поручение, поддержал, и сделали так, что будущие педагоги теперь получают самую высокую стипендию. Если по другим специальностям они получают 26 тысяч, то будущие педагоги из прошлого года получают 42 тысячи. То есть это тоже такие методы стимулирования. Это хороший стимул. Да, это хороший стимул. Поэтому вот эти результаты, о которых я сейчас сказал, все-таки дают нам надежду на то, что на эту профессию будут уже приходить сильные выпускники. Вот когда мы говорим в опыте Финляндии, каких-то других стран, мы начинаем говорить о инфраструктуре, о том, что красивые школы, еще что-то, еще что-то. Но на самом деле самое главное – это педагог. Самое главное – это учитель. Надо, чтобы самые сильные выпускники школ выбирали эту профессию, приходили, а для этого надо создать необходимые условия. То есть если плохая будет оплата, если они будут загружены в непонятные работы, если будут их привлекать к каким-то непонятным функциям, понятное дело, никто не придет, никто не выберет. Поэтому сейчас, пока еще это первые такие, скажем так, результаты этой большой, очень серьезной реформы, мы видим, что определенные, достаточно четкие изменения произошли. И это самое главное. Это самое главное для развития нашего отечественного образования. Да, и немного, конечно, это все на будущее направлено, и плоды, конечно, мы увидим через какое-то время. В образовании так и есть, да. В образовании, к сожалению, то, что мы сделаем сегодня, можно будет увидеть через 5 лет или через 6 лет. Вчера я участвовал в дискуссии Всемирного банка, коллеги, ну там очень хорошая экспертная группа, большую серьезную работу провели, но при этом, когда даже эксперты иногда допускают, ну скажем так, когда работаешь со статистикой, или когда работаешь с какими-то данными, очень важно быть скрупулезными и интерпретировать их правильно. Вот, например, вчера один из экспертов, он выступая, говорит, вот ПИЗа 2018 года показала, что наши дети по функциональной грамотности серьезно отстают от своих сверстников, условно, в Европе, что это говорит о том, что надо все наши учебные программы в школе менять. Я говорю, слушайте, ребята, извините, вы посмотрите, во-первых, это, значит, ученики какого класса сдавали в 2018 году. Те, которые пошли в 2016 году обучаться по новым программам, они еще не сдавали этот, значит, экзамен ПИЗа. То есть делать умозаключение, говорить о том, что результаты 2018 года такие, а значит, надо менять программу, это и методологически, и как бы не посмотреть, это не совсем правильно. Поэтому все эти инструменты надо воспринимать очень адекватно и интерпретировать правильно. Да, очень точно, да, работать. У нас, кстати, был вопрос, это ребята из Бизнес.ФМ как раз они этот вопрос задали. 73 место по воспитанию детей, согласно меру рейтинга. Кстати, вот по воспитанию детей. Ну, понимаете, надо тоже на эти рейтинги смотреть. Это такой рейтинг, очень сомнительный, я бы так сказал. Во-вторых, когда говорят о воспитании, если вы посмотрите саму долю, скажем так, воспитания, то, что мы привыкли это понимать, или именно влияние образования, она очень мизерная. То есть надо посмотреть сам этот индекс, там потому что вопросы его здравоохранения, вопросы его соблюдения социальных прав и так далее. То есть это такой интегральный индекс. И говорить о том, что это индекс воспитания, и это все вопросы образования, и 73 место и так далее, это не совсем правильно опять воспринимаемый индекс. И мы по этому поводу специально разъяснение давали, поэтому здесь не все так однозначно. Даже опять же, если говорить о ПИСа. Вот Казахстан ПИСу сдает очень, достаточно, очень объективно, по всей выборке, по всем требованиям. То есть все наши дети, и село, и город, никто их специально не натаскивает, не готовит и так далее. Но если посмотреть даже большие державы нашей соседии, некоторые соседи сдавали, например, тремя большими и очень развитыми мегаполисами результаты, есть другие, которые сдавали еще более такими, другие мегаполисы сдавали, ну и так далее. То есть когда мы сравниваем результаты вот этих сопоставительных, опять же, тестов, надо также смотреть, не просто генерализировать, обобщать и говорить о том, что вот результаты такие, а чуть глубже смотреть. Хотя не надо, конечно, здесь уходить и от того, что на самом деле ситуация с функциональной грамотностью, она не очень хорошая. Ситуация почитательской грамотности детей, она не очень хорошая. Поэтому действительно результаты... Почитательская грамотности, это что почитательская? Читательская грамотность, понимаете, читательская грамотность, это когда не то, что вы умеете читать, а когда ребенок читает, и он понимает суть, усваивает суть, причинно-следственные связи может работать с этим текстом. То есть наши дети, даже вот я своим коллегам иногда говорю, у нас в основном в программе, и многие учителя, когда ребенок с первого класса начинает читать, ему говорят, так, за одну минуту, сколько слов там ты прочитал? То есть это уже изначально посыл априори не совсем корректный. У нас скорочтение, а не смысл, да? Да, самое главное, не сколько ты прочитал, условно, сколько слов прочитал за одну минуту. Самое главное, как ты понял, как ты можешь работать с этим текстом. Потому что когда нашим детям давали этот текст, они его замечательно читают. Но когда задают вопрос по контексту, по тому, что было в этом тексте, там уже дальше вопросы, понять этот текст, правильно его интерпретировать, вот здесь как раз появляются проблемы. Поэтому я сказал про вот эти вопросы сопоставительных тестов только в связи с тем, что к ним надо относиться профессионально. Но ни в коем случае не говорю о том, что у нас проблем нет. Проблемы есть, есть проблемы с функциональной грамотностью. Эти тесты для нас большое благо. Некоторые эксперты говорят о том, что давайте мы не будем проводить тесты. Я говорю, как это так? Мы, наоборот, больше будем участвовать в таких тестах, потому что нам важно видеть реальную картину. Да, замеры нужны. Конечно, замеры нужны, независимые замеры нужны. Нам нужно знать. Мы должны сравнивать себя с другими. Поэтому пусть даже такая правда, горькая правда, но нам нужна правда, и мы должны быстро корректировать свою политику. Полностью с вами согласен. Тесты нужны, замеры нужны. Мы должны точно ориентироваться. Для того, чтобы ориентироваться, мы просто должны знать ситуацию. О реформах в системе образования говорят очень много, очень часто. Многие критикуют, как я уже говорил, это одна из любимых тем для критики, о том, что очень часто происходят реформы. Одна реформа заменяет другую, не успевают. Что вы думаете о реформах в сегодняшней современной системе образования? Насколько я знаю, я насколько вижу, нельзя сказать, что у вас идет какая-то коренная ломка. Но ваши реформы, они идут поступательно. Что вы можете сказать о реформе, которая идет в данный момент? Ну, вы знаете, вообще реформа сейчас где-то для кого-то это слово стало таким ругательным, таким негативным каким-то контекстом, негативной коннотацией. Но на самом деле реформа, это в принципе нормально, это изменение. Вообще суть любого социального института – это меняться. Школа и система образования – это такой же социальный институт, и этот институт, он не может не меняться. Поэтому он должен меняться. Тем более сейчас время очень быстро сжимается. Новая нормальность. И новая нормальность, она такова, что нам надо постоянно поспевать за изменениями окружающей среды. Поэтому я отношусь к реформам очень положительно, но самое главное, чтобы эти реформы не были самоцелью. Реформа ради реформ, просто неподготовленная или просто там наскоком, но это очень большое вредительство. Поэтому меня часто, не скажу обвиняют, но где-то говорят о том, что вот не проводишь никакие реформы. Я говорю, какие реформы? Вот новые программы надо в школах. Я говорю, ну, ребята, давайте так. Недавно только в 2016 году начали внедрять новые программы. Эти новые программы с 1 по 11 класс закончили внедрять только в текущем учебном году. То есть приходит новый министр, как вы себе представляете, он говорит, а давайте мы все это зачеркнем и начнем проводить новые реформы, я придумываю вам новую программу. Но, во-первых, это в корне неправильно, потому что нужны, прежде всего, научные исследования. Второе, нужна апробация программ. В-третьих, надо готовить потом учебники. То есть нельзя наскоком делать реформы. В-четвертых, педагоги устали от этих реформ. Педагоги не успевают привыкнуть к этим реформам. Система не успевает переварить эти реформы. Я имею в виду реформы в части именно образовательных программ школьных. Они только начали понимать, что такое обновленное содержание, функциональная грамотность, переход от заучивания к анализу, пониманию текста и так далее. А вдруг человек приходит и говорит, а давайте мы сделаем все по-другому. В этом понимании, ну, я в этом понимании не реформатор. В таком плохом понимании этого слова. Но какие нам реформы нужны? Я говорю, вот реформа именно по образовательным программам пошла. Давайте мы адаптируемся, поймем, как она идет. Увидим, будем проводить научные исследования, увидим, где какие проблемы. И дальше уже, когда мы будем переходить к следующему циклу, условно, в 2023-2024 году, заранее подготовимся и уже правильно будем заходить в этот цикл. Первое. Сейчас у нас время подготовки. Второй вопрос. У нас, кроме самих образовательных программ, куча проблем. То есть какие бы программы мы, условно, идеальные не внедряли бы, если система управления, она несовершенна, если система финансирования, она очень кривая, если система назначения директоров, приема педагогов на работу, там другие и иные вопросы, они не отрегулированы, то грош цена тому, что ты делаешь именно с образовательным программом. Потому что это работать не будет. Потому что надо, чтобы был сильный учитель и так далее. Поэтому большая реформа, которую мы провели, это статус педагога. Это огромный закон, это очень более 5 триллионов тенге. Это повысило статус педагога. Это повысило статус. Деньги появились, престиж, работа снова появляется. Это важно. Это первая реформа, которую мы делаем. Второе – это реформа управления. Реформа управления, начиная от самого министерства, кончая управлениями образования, отделами образования. Мы провели большие реформы. Отделы образования всех регионов сейчас починили управлением образования. То есть сейчас есть определенная более-менее управляемость самой системой. То есть в системе сигналы, которые получает образовательная программа, которая проводится министерством образования, Она элементарно на местах реализовывалась очень по-разному, я так мягко скажу. Финансирование тоже. В одном Акимате дают деньги на учебники, другой Акимат дает только 5% на учебники. Как можно требовать качества? Сейчас у нас уже не 224 центров принятия решений, не 224 бюджета, сейчас у нас 17. То есть это очень большая реформа, эту реформу мы проводили полтора года, только сделали отлагательные условия, с 1 января текущего года она начала реализовываться. Система назначения директоров школ мы полностью пересмотрели. Мы ввели систему ротации директоров, потому что директоров необходимо ротировать время от времени, надо правильно их отбирать, надо, чтобы был кадровый резерв. Система назначения педагогов. То есть одно дело, когда директор школы сам принимает решение о назначении учителя и не всегда по меритократическим каким-то принципам. Другое дело, когда это уже такой процесс, во-первых, отлаженный, есть конкретные критерии, есть комиссия, и она выбирает самых лучших и так далее. Здесь и какие-то коррупционные вопросы тоже уходят. Вопросы подготовки кадров, вопросы повышения квалификации раз в 5 лет. Если проводить и повышать квалификацию педагогов, условно физик, через 5 лет он должен пройти повышение квалификации. Ну, во-первых, этого очень мало. Во-вторых, необходима его методическая поддержка. Вот это мы сейчас тоже серьезно меняем. Вопрос подготовки педагогов в вузах, вопрос того, как организовано взаимодействие вузов со школами, вопрос цифровизации образования. То есть все эти вопросы являются очень важными. Поэтому вот эти реформы нужны. Или той же самой науке. Кстати, вы сказали министр образования, но я еще и министр образования и науки, поэтому есть наука, это очень большая часть. И по науке мы тоже очень важные реформы делаем. Это, во-первых, прозрачность. Во-вторых, это четкие критерии по научным грантам. В-третьих, если раз в три года проводились и выдавались гранты, теперь гранты выдаются ежегодно. Мы увеличили существенное финансирование, обеспечиваем материально-техническую базу наших институтов. Там национальные научные советы по-другому работают. Ну и в целом вот эта вся система также меняется. Если говорить по вузам или по коллежам, по коллежам мы сейчас предоставляем академическую свободу коллежам. Потому что мы говорим так. Условно, в вузах предоставили академическую свободу, а в коллежах опять МОН должен утверждать пресловутые типовые учебные планы и программы, а коллеж должен их просто исполнять. Но у нас рынок меняется очень быстро. Нужны новые навыки, надо дать больше свободы. А мы эту свободу не давали. Поэтому мы сейчас коллежам даем академическую свободу. То же самое вопросы академической свободы в вузах. То есть это все большая реформа, но она такая, скажем так, где-то может быть невидимая, но она очень важна для того, чтобы вся эта система работала и не давала сбои. То есть ваша реформа такая, эволюционная, не революционная, а эволюционная, вы аккуратно поднимаете в целом, не скачкообразно. Но и в любом случае, когда мы говорим о преобразованиях, все равно важна же визуализация. Извиняюсь, что мы больше уделяем времени системе образования, потому что всех это тотально волнует, и поэтому я буду больше говорить про систему образования. Для многих хотелось бы, к чему мы идем? К чему, условно говоря, школа должна быть похожа на финскую модель, на шведскую модель, и у нас своя модель, какой-то казахстанской школы будет. К чему мы стремимся, к чему эти все реформы? То есть цель у вас есть? Видение миссии. Конечно, это безусловно. Но понимаете, здесь опять всегда возникает вопрос, люди начинают задавать вопрос сейчас. Вот если посмотреть дискуссию в обществе, вообще это очень хорошо, что много критики, очень много дискуссий. Да это помогает, на самом деле. Критику надо уметь воспринимать. Обидно иногда бывает, конечно, но нужно... Нет, это очень важно. И очень важно последние годы, что к образованию по-другому стали относиться вообще в обществе. Я не говорю про государство, про общество, потому что это стало, на самом деле, такой важной ценностью для родителей. Когда это становится ценностью, всех интересует вопрос, а каким будет образование, а как будут учиться мои дети? Поэтому часть, если общество спросить, какое вы образование хотите в Казахстане, часть они скажут, ну вы знаете, дайте мне образование советское 1975 года. Советское образование. При этом на дворе 2021 год. Понятное дело, другой экономический уклад, другая социальная система. И можно ли сейчас эту систему внедрять и развивать, и насколько она будет успешной. Я ни в коем случае не принижаю важность и успешность советское образование. Но это, надо понимать, эта система была очень успешной, очень успешной для того уклада, для той страны, для той идеологии, для того социума. Сейчас нужны новые требования. Если другую половину спросить, они говорят, а вы знаете, нам нужна условно финская модель. Но при этом надо понимать, что просто так финскую модель принести и сказать, вот тебе программы Финляндии, вот тебе типовой план, условно, этой школы, вот теперь у нас будут финские школы. Но не получится так, потому что есть наши учителя, есть наши привычки, установки, ценности, ученики, родители, в целом наше общество и так далее. Поэтому это все взаимосвязанные вещи. Поэтому здесь, конечно, это адаптация самого лучшего, значит, мирового опыта, но при этом нам необходимо оставить самые лучшие из советской системы образования. Просто так сказать, а давайте мы вот это зачерпнем, сделаем что-то новое. Ну, во-первых, это очень глупо, во-вторых, это неэффективно, в-третьих, это не получится сделать. Поэтому, оставляя традиции того классического образования, которое было, добавляя туда вопросы функциональной грамотности, необходимые навыки 21 века, необходимые компетенции, вот так менять образование – это наиболее важно и нужно для нашей страны. Все самое лучшее брать и… Да, но при этом сохранять, то есть нельзя рушить то, что есть, потому что это чревато большими последствиями, нельзя рушить. Есть определенные установки, есть определенные, значит, понимания, и необходимо, чтобы была преемственность. Вот преемственность – это и когда приходит новый министр вместо старого министра, преемственность – это важно. То же самое важно и при изменении образовательных программ и политики. Хорошо, да. Была такая песня «Весь мир старый разрушен». Да, да, да. И вопрос, а зачем, да? Когда можно самое лучшее взять, постараться это адаптировать и сделать, и продолжать работать дальше. Хотелось бы поговорить о бюджете Министерства образования и науки. Ну, больше вот мы говорим об общем бюджете, но все-таки по образованию, если можно, отдельную цифру. Сколько бюджет Министерства на сегодняшний день, вот на сегодня, на 2021 год? На сегодняшний день у нас бюджет составляет 1,3 триллиона тенге. И он очень сильно вырос за последние два года. А, на какую цифру примерно? На какой процент, вернее? Ну, вы считаете, что было порядка 650 миллиардов, то есть почти в два раза? Да, практически в два раза. Практически в два раза. Самое главное, это все произошло из-за того, что там сидит большая часть заработная плата педагогов. То есть эти деньги сидят у нас, и у нас, как трансферты, потом они переходят в местные бюджеты. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, это строительство общежитий ГЧП, это строительство школ ГЧП. Поэтому вот это все сейчас как раз... Если говорить о том, что увеличился ли бюджет МОН на какие-то капросходы, курсы, я не знаю, выпуск каких-то пособий и так далее, нет, он уменьшился. И на курсы он уменьшился в разы. На укрепление материально-технической базы, там чего-то, чего-то, чего-то он увеличился в разы. Но увеличилась именно вот эта вот часть, которая связана с заработной платой, со стипендий, увеличилось количество мест в вузах, увеличилась стоимость грантов, увеличилась сумма финансирования науки. То есть это те вещи, которые уходят от нас трансфертами, и, значит, это больше такая вот социальная часть. И, честно говоря, это радует то, что так серьезно увеличится, то, что, значит, правительство в целом обращает внимание на... И почти у нас, если в целом смотреть, то мы уже приближаемся к 5% от ВВП. 5% от ВВП, да. Как раз я хотел спросить, да, цифру от ВВП сколько составляет? Да, и мы по индикативным нашим планам к 2025 году видим, что порядка 7% достигнет, значит, от ВВП финансирование образования науки. И это, на самом деле, очень большой показатель. Но, понятно, при этом внутри сидит большая доля, это, опять же, заработные платы педагогов. Потому что 5,3 триллиона тенге за 5 лет только на заработную плату педагогов, согласитесь, это колоссальные деньги. Но это хорошо. И, в конце концов, на самом деле, эти все деньги останутся внутри страны. Это будет работать на экономику так или иначе? Вы знаете, уже работает, потому что педагоги, которые сейчас начали получать больше заработную плату, они стали участниками программ по жилищному строительству. Покупать, опять же, жилье в кредит, потреблять и так далее. То есть эти деньги остаются в экономике и работают на экономику. В конце концов, эти деньги точно на офшоры не уйдут, они останутся здесь. Конечно, поэтому это очень такое благое, хорошее дело. А сколько тратится, есть ли такая цифра, сколько тратит государство, республика Казахстан, на обучение одного ученика в год? Вы знаете, здесь можно, вот опять же, вчера у нас была дискуссия, эксперты показывали такие цифры, они говорят, в Казахстане очень большая проблема с диспропорциями финансирования образования в разных регионах. Они взяли результаты 2018 года. Действительно, была большая диспропорция из-за того, что каждый акимат исходил из своих возможностей районные. И получалось так, что в одном регионе условно тратили 220 тысяч деньги на одного ученика, в школу, там условно только на какие-то самые важные вопросы. В другом регионе тратили 600 тысяч. Ну, 600 тысяч почему? Потому что там были малокомплектные школы. Сейчас ситуация такова. Мы с 2019 года начали внедрять подушевое финансирование во всех крупных городских полнокомплектных школах. Это привело к чему? К тому, что сейчас мы выровняли более-менее деньги, которые тратятся на образование по нашим городским школам. Сейчас это порядка 470-480 тысяч деньги в год. То есть это практически двухкратный рост, буквально за полтора-два года. То есть это дает возможность школам приобретать, там, укреплять материально-техническую базу, приобретать оборудование, там, мебель, мягкий инвентарь, там, и так далее, и так далее. То есть ситуация на самом деле такая. Но при этом есть у нас сельские школы, особенно малокомплектные школы. Есть у нас малокомплектные школы, где один ученик обходится чуть больше двух миллионов тенге. То есть в сельских школах обучение получается дороже для бюджета? Да, потому что там маленькие классы, там больше, ну, считайте, у нас больше 40% всех школ малокомплектные, но там, в этих школах обучается, там, около 7% всего детей. И гораздо большее количество педагогов, да? Потому что там педагогов достаточно много, зданий надо содержать. То есть на одного ребенка так или... Это не говорит о том, что на самом деле так много тратится. Просто это содержание самой инфраструктуры, это гораздо большее количество штатов и так далее. То есть так и получается 2 миллиона тенге. То есть наша цель более плотная урбанизация, да, в Казахстане, тогда это, ну, как бы, в целом скажется... Ну, вы знаете, здесь тоже надо соблюдать баланс, закрывать просто малокомплектные школы. Ну, я не сторонник этого подхода, хотя многие говорят, а давайте мы просто закроем малокомплектные школы, и у нас все будет хорошо. Ну, здесь есть много вопросов, ну, закроем малокомплектные школы. Там во многом необходимо предварительно решить вопросы, куда они пойдут. То есть жилье для работы в городе для тех же самых родителей, жилье для родителей, есть ли там необходимая для них работа, рынок и так далее, и так далее. Ну, то есть это все равно те же самые расходы государства, поэтому это все должно идти эволюционно. Это эволюционно, и я противник того, чтобы это каким-то образом очень сильно ускорять. Это естественные процессы, тем более это где-то вопросы, которые где-то эти школы находятся где-то на границе и так далее. Мы сейчас больше должны стремиться обеспечивать там интернет, доступ ко всем возможностям, там, педагогами и так далее. То есть эти 2% процесса будут проходить синхронно. Да, хороший подход. Но, с другой стороны, есть другая обратная сторона, где школы перегружены. В некоторых школах есть по 3 смены обучения. А в этом плане как вы решаете? Это большая проблема, но смотрите, посудите сами, за последние 4 года количество школьников в стране выросло почти на 500 тысяч. Это беспрецедентное количество. Мы построили за 4 года 417 школ. Это огромное количество. До этого за 4 года 417 школ не строили. Построили 417 школ, больших школ. Но при этом количество детей растет очень быстро. Например, в Нур-Султане у нас ежегодно количество детей увеличивается где-то 20-22 тысячи детей. В Алматинской области около 18-22 тысяч детей. Вот здесь мы сейчас находимся, в Алмате, около 22-24 тысяч детей увеличивается каждый год. Каждый год, да. То есть, да, очень быстро растет. И это очень хорошо. И, к сожалению, инфраструктура не поспевает за этим. Поэтому рассчитывать только на бюджетные возможности, на то, что мы будем только с бюджета строить и будем решать эти задачи, к сожалению, сегодня не приходится. Поэтому есть второй, скажем так, механизм. Это через открытие частных школ. Вот буквально как только мы внедрили подушевое финансирование за полтора-два года, у нас количество школ увеличилось почти на 150 единиц. На 150 единиц. То есть, государство здесь сэкономило очень большие средства. Почему? Потому что одно дело, когда мы строим, тратим время на постройку, на ПСД, потом это еще строится достаточно продолжительное время, потом мы его еще и содержим. А здесь бизнес строят сам, строят быстрее, где-то эффективнее гораздо. И мы потом просто содержим эту школу, как содержали бы, если построили сами. Поэтому здесь 150 школ мы ввели в эксплуатацию, но мы видим, что этого еще недостаточно. Нам надо улучшать инвестиционную привлекательность частных школ. Поэтому подушевое финансирование вот сейчас мы выросло до 470 тысяч. Мы хотим его еще значительно повысить. Еще повысить? Еще повысить, потому что мы хотим, чтобы бизнес еще более активнее пришел в наш сектор образования. Чтобы выгодно было для предпринимателей. Конечно, они же тоже голосуют деньгами, они видят, либо он положит деньги на депозит или вложит на другие какие-то, другой бизнес, или он придет в образование. Мы должны сделать образование более привлекательным. А у вас уже есть программы инвестиционные? Да, конечно. У нас есть специальная программа, у нас есть несколько, скажем так, бизнес-планов, которые мы даем. И вот благодаря этому, я же говорю, у нас есть и до 2019 года, до 2018 года всего по стране было порядка 130 частных школ. То есть за это время их количество удвоилось, более чем удвоилось. То есть эти инструменты работают. Но нам этого еще мало, нам необходимо, чтобы еще больше частных организаций приходило. Но при этом дело не только в инфраструктуре. Ладно, хорошо, ты построил школу, но надо еще и подготовить и педагогов для этого. То есть это все взаимосвязанные процессы, поэтому у нас есть программа, мы двигаемся по всем этим направлениям одновременно. Хорошо. Теперь немного поговорим по реформам в высшем образовании. Еще в 2018 году вы уже говорили о том, что дали, или даже может быть раньше, дали академическую свободу вузам. Как это сказалось, кстати, на результатах? И вообще, что сейчас ожидает система высшего образования, какие реформы? Потому что много говорили о том, что нужно остановить рост вот этих больших университетов или псевдо-университетов, предсевдо-высших учебных заведений, которые превратились по большому счету в компании, которые штампуют дипломы. Об этом говорились. Как в этом плане тоже реформа ведется? Что вы предпринимаете? Ну давайте сначала про академическую свободу. Ну вы знаете, академическая свобода – это очень большая, очень важная реформа, которая была проведена. Я как раз тогда был вице-министром, я отвечал за этот законопроект. В Мажелесе я руководил, скажем так, представительством министерства по данному законопроекту. Поэтому каждый пункт, это, скажем так, выстрадан. Выстрадан, да. И это действительно судьбоносный законопроект для системы высшего образования. Потому что академическая свобода была нужна как воздух, и мы уже сегодня видим, что эта реформа очень сильно повлияла на конкурентоспособность наших вузов. Вот как-то вот, понимаете, принято все время говорить, что все плохо. Школы самые плохие, вузы самые плохие, колледжи самые плохие. Но при этом, когда потом появляются, значит, граждане Казахстана, и они где-то там показывают свои результаты, всем почему-то кажется, что это как-то вот само по себе. Хотя среда, и особенно школа, система образования, так или иначе на это очень сильно влияет. Здесь, если говорить о вузах, ну, у нас достаточно сильные вузы, и нам надо научиться их правильно оценивать. Да, у нас есть вузы, которые не совсем правильную политику ведут, но их не так много. Академическая свобода дала несколько вещей. Во-первых, раньше что было? Ну, например, вот я всегда говорю, мы как-то пришли вместе с Атамикеном, начали смотреть по IT-направлениям, почему нас готовят айтишников, которые не нужны рынку. Пошли, смотрим один вуз, другой вуз, там языки программирования, которые вообще устарели. Вообще их нет уже. Никто не пользуется. Никто не пользуется. И наши, мы начинаем говорить, а вот почему вы это? Они говорят, извините, вот посмотрите этот документ. Мы смотрим, кем утвержден? Министерство образования и науки. Что? Типовые учебные планы, типовая учебная программа. Они говорят, шаг вправо, шаг вплево, вы нас закроете. Поэтому мы вынуждены, если вы написали условно, я утрирую там basic или Pascal, мы должны этот Pascal. Хотя мы знаем, да, мы же не глупые люди. Мы знаем, что сейчас C++, Python, там условно, там Java востребованы. Но мы преподаем то, что вы написали. А министерство, даже если мы будем обновлять эти тупы все время, ну, понимаете, это министерству, как такому все-таки бюрократическому органу, невозможно угнаться со всеми изменениями. Поэтому было принято решение отдать это, как это, в принципе, во всем целевизованном мире происходит, отдать это под ответственность самих вузов. То есть главная сейчас победа – это то, что вузы на основании профессиональных стандартов, стандарты, которые формирует сам работодатель, теперь сами делают образовательные программы. Это раз. Два. Мы, наконец-то, избавились от классификатора и избавились от лицензирования по специальностям. Что было, например? Он видит, что надо big data условно. Хотя у него по IT есть лицензия. Он должен прийти к нам, сказать, введите, пожалуйста, в классификатор big data. Мы говорим, мы идем к МИИР, говорим, давайте включим классификатор big data. Проводится координационный совет, там проходит год-полтора, наконец это вводится в классификатор. Мы говорим, а теперь давайте начните готовить там условно по этой специальности. То есть это на самом деле такая забюрократизированная была процедура. Сейчас лицензии даются по направлениям. В рамках направления он может любую образовательную программу сделать сам, проработать с работодателем, дать нам, экспертам, посмотреть и потом внедрить это в вестр образовательных программ, которые открыты для всех, для работодателей, и начать готовить по ним. То есть захотел сегодня, завтра ты можешь готовить уже по новой образовательной программе. Поэтому у нас увеличилось гораздо больше стало образовательных программ. И там очень узкоспециализированных. Сейчас мы дали возможность, например, раньше в законе было написано, срок освоения бакалавриата 4 года. А почему 4 года? А почему не 6 лет? Почему не 3 года? То есть если условно человек будет те же самые результаты обучения получать за 3 года, будет использовать лестние семестры, там осенние семестры, дополнительно брать кредиты, то он может закончить и за 3 года. Быстрее, да. Временнее значение. Или да. Раз это кредитная технология, он будет учиться 7 лет. Пожалуйста. Вот это тоже очень важно. Или вопрос, который мы говорим, это дипломы собственного образца. То есть это опять очень важно, когда теперь самым главным является не то, что государство дает диплом гособразца и говорит о том, что я гарантирую, что это хороший вуз, это гособразца, и вы все обязаны признавать этот диплом. Нет. Уже, кстати, с 2021 года, выпускники текущего года будут получать уже диплом гособразца. И там будет написано название вуза, и работодатель посмотрит и скажет, а я знаю этот вуз, он хороший, репутация хорошая. Или он скажет, а я не знаю этот вуз, извините, пожалуйста, но надо что-то делать. Плюс еще одна очень важная процедура называется сертификация. То есть одно дело, например, как, я не знаю, у бухгалтеров, одно дело, или там у адвокатов. Одно дело ты закончил юридический факультет, но это не дает тебе возможность становиться адвокатом. То же самое система сертификации. То, что, например, по педагогике ты получил диплом, там написано бакалавр физики. Хорошо, молодец, ты бакалавр физики. Это говорит о чем? О том, что ты 4 года проучился, 240 кредитов освоил, хорошо. Но это не говорит о том, что у тебя есть квалификация учитель физики. Для того, чтобы получить квалификацию учителя физики, ты должен пройти сертификацию. Он проходит сертификацию, получает уже квалификацию, и уже по этой квалификации он может работать там. То есть это сейчас мы в трудовой кодекс внесли это изменение по регулируемым специальностям. То есть есть регулируемые специальности, например, это медицина, педагогика, инженерные специальности. А есть нерегулируемые, например, философии. Но философа невозможно через сертификацию провести. Поэтому это тоже очень важная реформа. Здесь у нас академическая свобода, финансовая самостоятельность и управленческая самостоятельность. Управленческая самостоятельность это когда мы вузам дали возможность управлять, решать вопросы самим. Раньше многие вопросы были сосредоточены на уровне министерства. — Зарегулировано было. — Дали все полномочия советам директоров. Сейчас мы стараемся, включая в советы директоров действительно таких активных членов нашего общества, экспертов, независимых членов совета директоров, чтобы уже они смотрели за бюджетом, чтобы они уже управляли этими вузами и чтобы они сами выбирали в том числе ректоров, проректоров и управляли вузом. — Кооперативное управление. Это тоже обязательно будет влиять на повышение эффективности наших вузов. То есть вот эти все реформы, конечно, я много могу говорить про высшее образование, но эти все реформы являются крайне важными. Но, понятно, нельзя ожидать, что вот так провел эти реформы, один год, два года, и ты увидишь результаты. Это несколько отложенный результат у нас в образовании. — Уже результаты есть. — Хотя, да, результаты нужны именно сейчас. Вот буквально сегодня выступал депутат, он обратился даже к вице-премьеру Тужанову, Александр Белютин, депутат, он, по-моему, от Народной партии Казахстана. И он говорил, что очень много наших молодых людей уезжают учиться за границу, в первую очередь в Россию. То есть казахстанским вузам сейчас, по сути дела, ну, как бы вызов. Мы конкурируем, казахстанские вузы конкурируем с Россией, и многие люди выбирают. Потому что статус, оказывается, для студентов, гражданин России или гражданин Казахстана практически одинаковый. Они точно так же получают бесплатное образование. Поэтому уровень образования, нам нужно конкурировать именно, мне кажется, с россиянами. — Безусловно, конкурировать нам надо. Сейчас мир глобализируется. То есть мы не можем говорить о том, что вот мы, знаете, мы сами по себе будем ориентироваться на себя. Мы должны конкурировать в том числе с нашими ближайшими соседями, не только с ними, честно говоря. Поэтому это большой вызов для наших вузов. Но при этом я могу полностью ответственно сказать о том, что наши вузы вполне конкурентоспособны. Я вас уверяю, они вполне конкурентоспособны в большинстве своем. Ничем не уступают. Где-то, может быть, даже гораздо лучше. И когда там кто-то пытается делить их на государственные вузы, на частные вузы, там, демонизировать частные вузы, я с этим тоже абсолютно не согласен. Потому что есть качественные вузы, есть некачественные вузы. К сожалению, есть и некачественные. По ним мы, наверное, чуть дальше поговорим. Но есть у нас там вузы, я не хочу сейчас название говорить, но вы их знаете, которые дают просто отличное образование. И в Нур-Султане, и здесь, в Алмате, и в других городах они дают очень конкурентоспособное образование. Очень. И они не то чтобы не хуже, они где-то даже лучше. Поэтому здесь действительно это большой вызов. И нам необходимо как раз уже сейчас давать результаты, уже сейчас, скажем так, отвечать на эти вызовы. В том числе поэтому мы сделали возможным сдавать ЕНТ четыре раза для поступления на платную основу. В том числе поэтому мы разрешили вузам принимать студентов уже начиная с февраля. Потому что энроллмент, прием в других вузах, он начинается в соседних странах уже зимой. Чтобы молодые люди уже понимали, куда они пойдут. Потому что они даже еще 11 класс не закончили, но они должны знать, о, я могу поступить, и мне не надо смотреть куда-то там далеко. Поэтому, конечно, эти вызовы мы понимаем, и нам надо быть очень мобильными и четко, очень быстро реагировать. Поэтому мы, честно говоря, еще и меры принимаем по усилению потенциала управленцев в высшем образовании. Это тоже очень важно. Ну, вы знаете, я вот опять же сошлюсь на статью еще одну, да, как раз заговорили, раз уж заговорили про Россию. Хотел спросить про материал, который вышел вот на ленте РУ о том, что в Казахстане будет образование только на казахском языке с 23-го, с 24-го года. И эта дискуссия такая достаточно была острая и у нас внутри страны. В России, наверное, я не знаю, насколько это реагирует, но в Казахстане очень так бурно обсуждалась именно вот эта тема и именно эта статья. Ну, это, во-первых, фейк, стопроцентный фейк. И в заключение хотел бы тогда задать еще один вопрос. Вот быть министром образования науки, честно говоря, такая ноша достаточно тяжелая. Что вас мотивирует, что вас вдохновляет, к чему вы стремитесь, приходя на работу каждый день? Ну, вы знаете, быть министром образования науки, во-первых, это очень большая ответственность. Это ответственность за будущее поколение. И это реальная возможность менять будущее страны. Потому что именно от работы нашего министерства, я не побоюсь этого слова, зависит очень многое. Потому что человеческий капитал – это основа развития нашей страны. Поэтому с этой точки зрения это очень большая ответственность. И мы пытаемся работать как хирурги. Потому что одно неверное движение, и можно очень сильно все испортить. Поэтому где-то в этой связи, наверное, у нас прослеживается определенный консервативзм. Потому что очень надо быть, скажем, тщательно выбирать стратегию, тщательно выбирать политику и меры, которые ты реализуешь. Но при этом я не хочу жаловаться. Это такая работа, которая на самом деле вызывает очень большие интересы у родителей. И когда ты находишься под огнем критики, любой человек, который идет в политику, в публичную политику, он должен давать себе отчет о том, что ты будешь теперь на виду. Тебя будут критиковать. И общество имеет право тебя критиковать. В нашем случае у общества есть мотивы и основания, чтобы нас критиковать. Потому что проблем-то на самом деле немало. И говорить о том, что все хорошо, нас нельзя критиковать, что критика неправильная, мы там какие-то там обиженные, нас несправедливо критикуют, что-то жаловаться. Но это просто глупо. Да, неконструктивная позиция. Неконструктивная. Поэтому это неконструктивная позиция. Проблемы есть. Самое главное, мы знаем их. Самое главное, мы видим их. Самое главное, мы видим конкретные пути и механизмы, как это менять, и мы это меняем. Другое дело, что обществу надо где-то набраться терпения и научиться нам надо друг другу доверять, потому что мы болеем за эту страну, мы ответственны за ту реформу, те изменения, которые мы проводим. Понятно, что мы переживаем, но результаты того, что мы сейчас делаем, они будут видны, к сожалению, не сегодня и не завтра. Ну и во-вторых, конечно, есть вопросы, когда мы говорим о критике, это мы принимаем непопулярные для отдельных групп и личности решения, это отзыв лицензии, это прозрачность, это меритократия, это противодействие коррупции, это когда ты где-то какие-то коррупционные, скажем так, риски убираешь, где-то какие-то финансовые потоки перестают течь, как они до этого там условно эти сценарии развивались. И что делают эти группы и эти люди? Понятно, что кроме справедливой и достаточно правильной конструктивной критики появляются несколько другие вещи. Но к этому тоже надо относиться с пониманием правильно и использовать для того, чтобы менять систему образования в лучшую сторону. Если не хочешь, чтобы критиковали, надо ничего не делать. Тогда действительно ты ничьи планы не нарушишь, тогда действительно все будут довольны тобой. Но если ты хочешь действительно менять в лучшую сторону систему образования науки, и это на самом деле очень важная миссия, то надо быть готовым к тому, что придется где-то столкнуться с такими моментами. Понимаете, есть фильм «Пролетая над днездом кукушки», один из любимых моих фильмов, и тогда он говорит, а я же попытался. Поэтому мне кажется, все мы должны попытаться, несмотря на то, что кто-то там чего-то боится и это имеет за собой какие-то риски. Мы все люди, каждый может ошибаться, но тем не менее всегда извлекать надо определенные выводы и стремиться вперед. — Большое спасибо, Анастас Кадкович, за интересную, хорошую беседу. Я прошу прощения, что мы мало уделили внимания науке, и хотел попросить у вас поприсутствовать, может быть, прийти к нам еще на одну программу, записать, где мы поговорим только о казахстанской науке, выше конкретно. — Большое спасибо. — Большое спасибо вам. А мне остается только попрощаться. До встречи ровно через неделю. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok